В бой в разогреве, в андеркарте, и тут же этот бой был отменен, и Веронике было предложено поучаствовать в четверке и попробовать побороться за титул чемпионки мира по версии WFA 56 кг. Вот так Вероника Петрик оказалась в этой топ-четверке на 56 кг. Насколько я считаю, резервный бой. Да, резервный бой, я как раз именно от этого не понял, что он был в андеркарте, и в принципе, если бы Вероника этот резервный бой выиграла, то она всегда бы оставалась в роли соискателя, человек, который мог бы включиться, например, в связи с травмой, то или иной спортсмен. Бывает, да. Кстати, у тебя, Анастасия, участвовали уже в различных розыгрышах, четверок или восьмерок? Нет, вот проводить больше одного боя в день не доводилось только полюбителям по этим словам. Вероника Петрикова! Почему я задал вопрос? Потому что это, конечно же, все, кто проводили подобные поединки бойцы, здесь неважный пол, то, естественно, они знают, что это особенное испытание, и, конечно же, ну уж точно не позавидуешь никому подобное испытание пройти, но необходимо будет проходить таким бойцам топового уровня для того, чтобы действительно показывать, что они по-настоящему являются лучшими. Четверки, восьмерки, пирамиды — это, конечно, очень серьезное испытание, и я думаю, что, Анастасия, если вы будете дальше, мы все желаем этого, и я думаю, что мы еще не раз вас увидим в этих четверках-восьмерках. Вот ваша соперница в Курге Орел у вас прошел поединок. Кстати, как бой сам проходил, потому что, к сожалению, этот поединок я не видел? Ну, не так известно, что этот флакан не может, вот, поэтому я уж не буду дать какие-то оправдания себя, но она была быстрее объективно, больше попадала объективно, больше двигалась объективно. Да, но вы уже успели заметить, что она не обладает инфектирующим ударом, жестким ударом. Она просто попадает. Она быстрая, скоростная, это моторная спортсменка, да. Моторика при движениях и моторка на сцене ударов. Плюс она высокая, мы думаем, рычаги, поэтому с ней сложно работать. Да, мы сейчас отметили этот момент с вами, Анастасия, в предыдущем поединке. Да, ну, здесь та же самая история. Вес один, а для этого веса она довольно высокая спортсменка. Вот, возвращаясь чуть-чуть к тему, то вы приостановили на рассуждении. Вот я вам сказал, что очень важно, когда за тебя болеет и кто конкретно болеет. Ну, конечно, поддержка тоже очень важна. Торсиды или это геночное боление, конечно, уже разница большая. Чем больше болельщиков, тем больше, соответственно, позитивных эмоций и флюидов вы получаете, как мне думаете. Энергия существует в нашем мире. Нет, само собой. Все-таки ваше мнение, а что важно тогда? Если вы сказали, что это не важно. Нет, это очень важно. Но я просто не люблю вот это слово «фанаты», «болельщики» и так далее. Это просто люди, близкие мне по духу. Люди, которые со мной. Вот и все. Я целиком полностью согласен с вами, на самом деле, как раз о фанатах я это и не говорил, потому что фанаты это из другой оперы. Совсем другая история. Это действительно всегда сплоченная команда. Это большое количество людей. Футбол, хоккей. Конечно. Игровые виды спорта. У которых есть вот этот командный дух. Да. Которого, возможно, вот в индивидуальных спорте, ну где… Не хватает. Есть тренер, вы команды, в любом случае, да. Но немножко по-другому это все. Иначе точно я с вами здесь согласен. Поэтому, вот почему я это отметил как особенность. Если за вас болеет огромное количество людей, в чем-то объединенные играми цели, тем более с опытом боления. Люди в Торсиде, которые, да, они болеют за свою команду. И у них, наверное, подготовленные кричалки, подготовленные какие-то… Да это все вообще… Не так. Пока все не работает, да? Главное другое. Главное, что очень большой поток энергии действительно за тебя и с тобой. Вот это самое важное. Ну это я искал выше. Это первичное, конечно. Просто маленький атрибут, почему я говорю об этом. Но это важный нюанс. Не так часто это встречаешь на боксах. Я вспоминаю бои. Александр Сульфо. И ваши, кстати, поединки тоже. И вот эти как раз подготовленные такие спорты, поддержки. Такие отдельные, значит, звуковые сопровождения. Мне думается, это чисто мое личное мнение. Это дополнительный такой будорожащий интерес конкретной персоне, конкретному бойцу. Потому что встречаешь это в единоморстве совсем редко. Это традиции, как мы уже сказали, там, футбола, хоккея, других видов. А в единоморстве это вообще не было раньше. Благодаря вам и Александру Туршку это появилось. И я считаю, что это прекрасно. Давайте вернемся к победе. Мне неудобно, что мы ушли совсем в мою сторону. Анастасия, придется, придется, к сожалению, иногда уходить. Либо, к счастью, не знаю точно, в вашу сторону. Потому что для этого я вас и пригласил в качестве сокоментатора. Вы же все-таки узнаваемый и известный боец в нашей стране и в Москве в частности. Поэтому, естественно, мы будем так или иначе возвращаться к вашей персоне, как бы вам этого даже не хотелось. Просто не будем совсем обделять. Давайте сейчас как раз не будем обделять и расскажем уже, как вам вообще голландская спортсменка. Расскажем уважаемым зрителям ваше мнение по уже сопернице вашей, ну так скажем, уже давней сопернице, к которым еще тем более вам предстоит драться. Ваше мнение вот именно по голландскому? Что вы успели заметить? Мне кажется, что ей, конечно, нужно зажимать в углы. Нужно боксировать с ближней дистанции, потому что рычаги у нее значительно короче. А по поводу возможности ее, вот технический арсенал, использование технических... Что ее плюсы, жирные плюсы? Бьет ногами, бьет руками. Мне кажется, что акцентированно бьет, но пока что попадает не всегда. Тяжело, Вероника, попасть на самом деле. Вот мне почему-то кажется, что вам было бы удобно. Прилона Вайманс. Очень неподвижная как раз она. Замедленная, скорость очень-очень низкая и при этом стоит плотно на ногах, перешагивая. Мне очень понравилось, как вы боксировали передвижение. Вот здесь Вероника, мне кажется, выпускает ошибку, когда она идет в обмен с именно плотной жесткой голландкой. Потому что это не стоит делать как минимум. А вот на дистанции передвигаться и обхитрить вторым номером и потом с возвращением делать сдвоенные атаки, стройные, если необходимо. Опять же, за счет передвижения на ногах и скорого быстрого входа и выхода. Вот тогда получится все красиво и, по-моему, такая уверенная будет победа. А если она будет сейчас, да, уж точно ломаться в обмене, то это может привести к большим потерям для Вероники Петриковой. Ну и короткое заключение, то, что мне удалось увидеть. Да, уже даже, по-моему, разбит нос. Не так часто тоже я вижу в женских боях какие-либо вот такие травмы, знаете. Ну, тоже, да, такая история от случая от случая. Иногда бывает, попадут в спарринге легонечко и нос, ну, кровь бьет. А иногда сильно пробивают синяк, а крови нет. То есть здесь тоже, может быть, это от давления там все-таки факторов зависит. Ну да, мне как-то рассказывают, что вам ломали нос. Ломали было дело. Вообще, это такая редкая, по-моему, вещь для женщины. Нет, ломают всем? Ломают, конечно. Ну, то есть, Наташа Дичкова сломана нашу. Давайте я вижу. Юля тоже сломана. Точно. Ну, тут хорошее. Соответственно, часто надо. Бывает. Ой-ой-ой. Ну хорошо, что визуализация такова, что не особо видно. Нет, мне кажется, сейчас все это исправляется, все... Можно лавить любую вообще проблему. Ну и как вам ваше мнение вот по ощущению двухравноства? Ну, все-таки кто одерживает победу. Ну, пока Вероник, конечно, переигрывает. Все-таки она более точна. Мне кажется, вот если она будет дальше продолжать именно двигаться, уходить из углов, работать с дистанцией, то, наверное, она... Да, ну, по большому счету мы уже с вами вдвоем нарисовали для Вероники Петриковой эту самую тактику необходимую для нее для того, чтобы одержать победу. Потому что, в принципе, все понятно. Я думаю, что нашим уважаемым телезрителям так же. Третий раунд. И тут же пауза возникает. Ну, сейчас в углу, конечно, Веронике сказали, что делать, будучи вторым номером, смещаться, много двигаться и бить на внезапных атаках. Смотрите, сейчас она, когда она зависает в ближней дистанции с Вероной, то, я думаю, что создаёт для себя же проблемы. Мне кажется, что Верон сильные руки, на самом деле. Да-да-да, она плотно бьёт. Но все равно кажется, что она бьёт... Плотно бьёт с руки, да. И причём у Вероники тоже достаточно неплохие, но ключевая работа, конечно, только в ближней дистанции с руки. Она почувствовала, что она может... Вероники, конечно, нужно попасть. Да, и часто мы видим грязные такие приёмчики в этом бою, потому что ему не приходится, конечно, сдерживать этот двигательный навык Вероники. И она её всячески придерживает, как только сближается с ней в ближней дистанцию. Ну, я понимаю, на самом деле, он сейчас. Потому что очень иногда хочется боксировать, и человек уходит от бокса. Да, и левый боковой попадает сейчас с Илона. Но очень медленные ноги её, конечно же, скорости не хватает. И дистанцию она сокращать очень тоже медленно. И не получается у неё именно вот разительные такие завершающие удары нанести точно. Вроде бы первым попадает, но в дальнейшем всё молоком. Сейчас всё было по воздуху с стороны Вероники Петриковой. Отдаёт ногу под лоу-кик. Смотрите, сейчас такая гримаса боли была явно выражена у Вероники Петриковой. Что это такое происходило? Мне кажется, у Вероники устала функционально. Тяжело её. Очень много неточностей этой стороны Вероники, конечно. Вот её, в принципе, быстрое действие должно приносить. Результат именно тот. Сейчас лоу-кик очень жесткий. И один, и другой. С левой, с правой ноги с стороны Илоны. Она выверенно бьёт сейчас. И рассечение, по-моему. Да, рассечение. Маленькая машинка Илона Уайманс. Здесь подсаживается, конечно, уже в функциях Вероника. Лоу-кик тяжёлый под внутреннюю часть бедра. Прекрасно видеть сейчас Илона Уайманс бреши в защите у Петриковой. И точно наносит удары. Отцепь за себя сделала. По-моему, этот раунд уверенно выиграла. Это голландянка, не русская. Как вам, Анастасия? Это голландянка. Кровавый бой. Ну, конечно, мне, как бы, Илона мне понятнее. Потому что у нас с ней приблизительно один рост. И она тоже хочет боксировать. Видно, что она идёт вперёд. У неё вот это есть. Не хочет уходить от боя. У вас метр шестьдесят восемь сантиметров? Да. Шестьдесят. Как я угадала. Просто... Здорово. Я сам тогда под ринком не гала. Рук так ухажал, там мапеш. Ай-яй-яй. А? Ну, это же профессионально, Анастасия. Вы должны... Иногда бывает так, что прям вес могу определить. Это очень правильно. Кстати, вот эта аналитика, она потом потенциально приводит многих бойцов к тренерской деятельности. Посмотрим. У вас уже есть это аналитическое зерно, поэтому я думаю, что можно будет в будущем попробовать себя на этом поприще. Ну, тут очень много факторов должно совпасть. Мне кажется, точка своих тренера – это призвание. И это что-то должно быть такое от Бога. Дорога. Дорога. Чип-чеч. Вильдмен. 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 Из Великобритании. Он дает сейчас extra раунд. Отвечая camper с 가장 недо 잡아. На самог Weise, чтомерка Кличаневна победила под ба Guys Nordiem. И теперь до нет объекта Петрикова давusболировалась. Тяжело дышала. В final раунда уже не так правильно двигалась, встала на ногах. Я с вами полен. Действительно отметились это, проход в третьем раунду. И сегодня все равно нется большинство уменьшенияicher. И гораздо важное решение быть больше. И вот эти гримасы боли, это, окажется, были гримасы усталости, на самом деле. Тяжело, тяжело сейчас Вероника Петриковой, но Илона заряжена. Как будто она, знаете, только начала тренировку. И тут же правый лоу кик точно. Сторона Илоны, Клайманс. И опять правый лоу. И, видимо, уже все как раз в углу у Илона Илона, это Мелвен Мэнхофф. Известный большой чемпион в K-1 и тот боец, который в ММА тоже себя неплохо проявил. Довелось ему комментировать его последний поединок против Джо Шильлинга, где сенсация произошла, и Джо Шильлинг нокаутировал Мелвена Мэнхоффа. В Сан-Диего этот бой был, а мотовская компания Билат. Вот тип Вероники Петриковой. Справа точно в туловище, но он не приносит того эффекта. И вперед, вперед Илона Вайманс с количеством ударов, он очень большой. В серии такие голландские серии. Все видит контроллер Илона Вайманс. Сейчас смесил стороны правый лоу-кик. Сустав очень неплохо было по которому-нибудь позвуку. Но ударило стопой, а не голени. Вот здесь точно, вот здесь точно лоу-кик очень жесткий справа. Илона Вайманс попадает. И здесь в обмене, конечно, без вариантов. Вообще у Петриковой нет шансов. Илона перебывает. Да, и здесь тоже ответ поднутренний. Илона выигрывает этот раунд. И я думаю, что так все продолжится. То мы увидим Илону Вайманс в финале против нашей соотечественной Филии Березиковой. Которая, кстати, сидит по левую руку от меня. И очень внимательно наблюдает и анализирует будущую свою соперницу. Смотрите, сейчас от лоу-кика сама падает Петрикова и точно попадает Илона Вайманс. Хороший лоу-кик, значит. Да, но я, как и вам сразу сказал, у меня руки ближе к этой дистанции лоу жесткие. Вот это ее работа. Плотно стоит на ногах, практически не передвигается. Как мой коллега Дмитрий Бобцов говорит, подтаптывает. А вот здесь первая попытка ландратеги пропускает опять многие. Ироника Петрикова несколько ударов лоу-кика и тяжело вообще, тяжело очень. Илона Вайманс очень раз показывает всем нам демонстрирует, что ей очень сейчас сложно приходится. Еще раз пропускаясь справа, тяжело очень пропустила сейчас. И спасается прихватом. Илона очень грамотно реагирует, поднимает руки. Четко показывает всем видом, что не дает боксеру петер. И дышит, по-моему, она хорошо. И в ответ лоу от счета. Ну да, выигранный бой однозначно. Без вопросов. И последний раунд сомнений в прессе. Увидим мы в финале за титул чемпиона мира PSW5. 56 килограмм. Это четверки в финальную часть Юлия Березикова, Россия. Илона Вайманс, Голландия. Я уверен, извиняюсь, друзья, что, может быть, предосхищаю события, опережаю решение судей. Но, по-моему, здесь было достаточно все понятно. Как вам, Анастасия, резюме? Интересный будет поединок в любом случае. Я надеюсь, что у Юли все быстро прошло. Вот мне не подразбило, нигде ничего не отбило. И успела просто хорошо так продышаться. И сейчас выйдет и покажет вообще всю красоту русского, российского спорта. Здорово, вы классно объединили. Не только кикбоксы, но и спорта. Очень правильно. Очень патриотично. Я вас поддерживаю, Анастасия. Кстати, сразу вам скажу, что вы далеко не уходили, потому что вы будете приглашены. Повторно уже непосредственно до комментировать финальный поединок. За мировой Титол 56 килограмм по версии W5. Сейчас... Нет, нет. Мы благодарим, что вы прибыли и дважды с вами через два поединка, вы откомментировали прекрасно. Спасибо. И не прощаемся. Спасибо, я еще вернусь. Поздравляю вас с путешествием во времени сквозь все эпохи. Я вас достаточно. Я вас... Я вас хочу благодарить партнера и настоящего фоната своего дела. Наш партнеров и паша, кто-то с помощью разработки. Ярославов — Ярослава Ярослава, рис trends. Ярослава, рис START а integration долю для принадлежаNY И что за перетол? Спасибо. Дорогие и господи! Здравствуйте! Должна решение! Рекорд! Илона Вайманс! Сидейский гордость принимает решение того, о котором мы с вами говорили, уважаемые друзья. Илона Вайманс... Выговорит поединок. Вероники Петликли и проходит финал. Будем ждать этого суперфинала. Я не могу сгодать, Но я тоже так плохо сгодать, Когда я снова смотрю в течение времени. Илона Вайманс! 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 Субтитры создавал DimaTorzok